Уже в седьмой раз самарские речники собирают гуманитарный груз для отправки жителям в зону СВО. В этот раз посылка особая, в ней медицинское оборудование. Им будут укомплектованы несколько центральных больниц в разных районах, чтобы жители могли недалеко от дома получать медицинскую помощь, не рискуя, добираясь в большие города. Так, в поселке городского типа Верхний Рогачик, находящемся в 30 километрах от линии боевого соприкосновения, будет аппарат УЗИ, глазные тонометры и набор оптических линз. Чтобы люди не ездили в Мелитополь, потому что, ну, во-первых, дорога небезопасная до сих пор, на сегодняшний день идут обстрелы и артиллерии, и пиведроны. Поэтому, ну, людям, конечно, комфортнее, все равно, когда рядом с домом поликлиника работает, и полный комплекс услуг можно получить. Огромная благодарность всегда у людей, потому что приходят люди и помогают и разгружать, помогают и собирать потом, ну и вообще участвуют. То есть это все очень участливо. Ранее самарские речники передали в зону СВО стоматологические и гинекологические кресла, аппарат УЗИ, медикаменты, новогодние подарки для жителей, спецоборудование и дизельные генераторы для бойцов. Также жители в этот раз получат инвалидные кресла с электродвигателями и детские коляски, в том числе для близнецов. Все, что мы везем, персонифицировано практически. То есть оборудование едет в определенные медицинские учреждения. Инвалидные кресла одной будет переданы жительнице блокадного Ленинграда, второе участнику Великой Отечественной войны. Есть запрос от многодетной мамы, которая родила двойню в январе, и теперь у нее пять детей. Вместе с этим конвоем, учитывая близость праздничной даты, отдельную посылку передают и самарским бойцам с поздравлениями с наступающим Днем Защитника Отечества. Представители России и Страна Возможностей в Самарской области тоже приняли участие в формировании конвоя. Собрали вещи первой необходимости, которые особенно в зимний период времени в окопах, в том числе, нужны нашим ребятам. Поэтому от них тоже огромный привет и поздравления с наступающим праздником. Груз благополучно был доставлен в два района Херсонской области. Теперь жители смогут получать более качественную медицинскую помощь. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.